Всем привет! Осень это время подведения итогов, а после этого смыть проливным дождем все неудачи и вдохнуть свежий воздух будущего. С тобой сегодня я, Камиля Харисова, и это свежие новости от Универньюз. Наука в руках молодых. Все больше студентов становятся мегаграндниками. Они встретились не зря. В КФУ открыли новые подходы к энергетике. Гарри Поттер и студент Казанского федерального. Великий волшебник заговорил на татарском. Конференция «Наука будущего» продолжает радовать интересными встречами. Сегодня состоялась встреча мегаграндников и представителей фондов в неформальной обстановке. Подробнее в следующем сюжете. В рамках второй международной научной конференции «Наука будущего» за завтраком в отеле «Хаял» прошла встреча мегаграндников с руководителями фондов. Конференция началась со вступительных слов Андрея Фурсенко, помощника президента Российской Федерации. Представители фондов рассказали о своих программах и поддержке молодёжи. Как выяснилось, для молодых потенциальных учёных существует программа «Мой первый грант». Каждый год поступает до 7 тысяч заявок, из которых треть фонд пытается поддержать. Помимо этого, существуют гранты и для студентов других областей, а также для докторов, опытных учёных. Во время встречи мегаграндники смогли задать волнующие их вопросы каждому руководителю фонда в уютной обстановке. Кстати, на встрече было сказано, что почти четверть участников программы – молодые студенты, аспиранты и кандидаты наук. А значит, что кадровый состав мегаграндников претерпевает серьёзное омоложение. Напомним, что конференция «Наука будущего» продлится до 23 сентября. Диана Интимирова, Руслан Урозаев, Универньюс. Наука не стоит на месте. В каждом уголке университета проходит настоящий мозговой штурм. Наша съёмочная группа попала на открытие конференции «Новые подходы к энергетике» и выяснила, о чём размышляют именитые профессора с нашими студентами. 21 сентября начала свою работу междисциплинарная молодёжная научная конференция «Новые подходы к энергетике». В её открытии принял участие заместитель директора Департамента науки и технологий Алексей Антропов. Энергетика по праву является одной из самых актуальных тем современного развития экономики и общества. Развитие энергоэффективности, ресурсов сбережения, альтернативные подходы в области энергобеспечения является залогом устойчивого развития страны. Междисциплинарная молодёжная научная конференция является уникальной площадкой для молодых учёных, которые имеют здесь возможности ознакомиться с самыми последними достижениями в области энергетики, узнать о современных направлениях её развития. Также на конференции выступили именитые профессора известных университетов. Каждый из них стремился подчеркнуть свой уникальный вклад в научный форум «Наука будущего» и «Наука молодых», а также открыть студентам Казанского федерального много нового. Я давно сотрудничаю с российскими учёными и могу с уверенностью сказать, что данная конференция открывает новые возможности сотрудничества, в том числе и с учёными Казанского федерального университета. Можно не сомневаться, что Казань — это настоящая жемчужина, и я искренне восхищён не только организацией форума «Наука будущего», но и достижениями Казанского университета. На несколько часов КФУ стал настоящей платформой для обсуждения широкого спектра отраслевых проблем. Несмотря на то, что учёные приехали в КФУ совсем недавно, они уже готовы поделиться первыми впечатлениями о форуме и работе старейшего вуза России. И здесь развивается такой комплексный подход, здесь самые разные науки. Я думаю, что действительно, это вот и в дальнейшем он выйдет, ну, по крайней мере, в пятёрку-то уж лучших в стране он точно входит и будет входить. Стоит отметить, что в программу конференции вошли такие актуальные темы, как химия и биология для энергетики, а также ядерная физика, которая вызвала у студентов КФУ особый интерес. Юные исследователи не упустили возможности посетить занятия, в котором одновременно принимают участие несколько профессоров. Ведь такая возможность выпадает нечасто. А теперь познакомимся с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». Химики КФУ получит МЕКО-Грант правительства Российской Федерации. В число лучших вошли проекты Кристофера Шика, который в Химическом институте имени Бутлерова будет руководителем лаборатории по проектам, а также работы профессора Бориса Соломонова, ведущего научного сотрудника института. По Волжской академии спорта и туризма состоялась студенческая регата 2016. В соревновательной программе по грибным видам спорта приняли участие студенты Казанского федерального университета. Гидромедцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды. По данным синоптикам по республике ожидаются туман, усиление ветра, вероятно сильные дожди. Популяризаторы науки – это люди, которым не безразлична судьба научных открытий. Это люди, которые умеют приворожить к науке. С помощью чего им удается возбудить интерес общества к науке, поделились редакторы ведущих научных порталов и журналов. Как утверждают социологи, человек в среднем ежедневно проводит более пяти часов в интернете. Но как с помощью него привлечь людей к науке? Популяризаторы науки находят разные способы возбуждения интереса людей к учению с помощью интернета. В Казанском федеральном университете редакторы ведущих научных журналов и порталов поделились своими методами. Большую популярность обрели короткие, яркие видео и аудиолекции. Например, историю Греции можно узнать за 18 минут в ролике «Порталы Арзамат» или пережить все французские революции с помощью игры, а изучив один курс проекта «Н плюс один», отказаться от чтения тысячи страниц научной литературы. Способов влюбить науку множество, но главное, говорят эксперты, подавать ученые блюда вкусно и с изюма. Для тех людей, которые хотят быть, скажем так, модными, можно сбацать классный дизайн, и это решение проблемы для них. Других людей можно привлечь какими-то играми и какими-то такими штуками, которые из себя несут минимальное количество информации, но при этом там классный шаринг. Допустим, у нас один из самых просматривающих материалов заключался в том, что человек вбивает свой возраст, мне 26, нажимает на кнопку, и ему выпадает совершенно случайный, ни к чему не ведущий факт, Чернышевский в вашем возрасте разочарался в жизни и думал о самоубийстве, ну условно. Дальше мы такой бессмысленно затягиваем его на сайт, и он уже может бродить и смотреть какие-то лекции крутых ученых про Чернышевского и так далее. Чтобы каждый мог понять науку, ученые упростили свой язык, использовали визуализацию и следят за трендами. Даже о том, как работает большой андронный коллайдер, может узнать любой школьник, скачав приложение коллайдер в онлайн-режиме. Правда, самым активным популяризатором коллайдера остается Япония. В школах поют песни о коллайдере, делают игрушки с изображением коллайдера. Игры и веселые видео, конечно, хорошо, но есть и старые, уже проверенные способы заинтересовать людей наукой. Это олимпиады, соревнования и научные фестивали. Казанские федеральные тому не исключение. Повысить свой уровень знаний может каждый на молодежном научном форуме «Наука будущего». Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ Ньюс. Пока вся страна ждет русского перевода последней книги, а уже не столь юно Майи Гарри Поттер и проклятое дитя, студент КФУ уже перевел бестселлер на татарский язык. О том, с какими трудностями столкнулся Айдар Шахин, узнаешь в нашем следующем сюжете. Айдар Шахин основатель научно-популярного проекта ГЛМ. Совместно с Институтом филологии и межкультурной коммуникации КФУ он создает научные материалы на татарском языке. Это репортажи, интервью и различные статьи. Проект призван развить научный татарский язык и за время существования вызвал интерес у читателей. Однако интересует молодого человека и художественная литература. Совсем недавно Айдар закончил перевод пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». Кстати, до этого он уже переводил часть пятой книги о юном магии и сейчас этот отрывок читают во многих школах на уроках татарского языка. Возможно, именно перевод восьмой книги станет началом перевода остальных первых книг. Если у нас все получится с издательством, с изданием книги, тогда, возможно, у нас будет большой проект перевод всех книг Гарри Поттера. Несомненно, перевод с английского на татарский сопровождает множество лингвокультурологических нюансов. К примеру, слово «вич» – «ведьма» можно было бы перевести как «убырлы». Но в татарской культуре это понятие носит строго негативный характер. Соответственно, он не подходит для детского произведения, где ведьма Гермена Грейнджер – это положительный персонаж. Поэтому Айдар использовал нейтральное слово «тылсымчи», а иногда вводил авторский неологизм – «тылсымщимбике». У «роллинг» слово «хаус», дом, например, дом Слизерина, дом Гриффиндора, я оставил также, то есть у меня Гриффиндор-юртой, Слизер-юртой. Это уже я сделал на основе того, что примерно в таком значении слово «юрт» используется еще «достание» и «дегей». Те, кто уже имели возможность ознакомиться с переводом Айдара, в целом одобрили работу и оставили положительные отзывы. Студентка ФО надеется, что его труды повлияют на повышение интереса молодежи к татарскому языку и литературе. Диана Авакян, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Лишь в конце работы мы обычно узнаем, с чего нужно было ее начинать. С вами были Универ Ньюс. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!